Время добровольного выбора, менять ли летние колеса на зимние, закончилось. МВД России обновляет требования к эксплуатации автомобилей. Теперь за езду на летних шинах с декабря по февраль, а на зимних с июня по август в Кодексе об административных правонарушениях появится штраф в 500 рублей. Ввести систему наказания предлагали еще в 2016-м, но проект депутатов Госдумы не был утвержден. Рублем каралась только езда на шинах с разными протекторами. В новых поправках появились и другие санкции. Штрафовать предлагают за установку ксеноновых ламп, за неисправность регулятора фар и отключение фара очистителя, за течь в системе гидроусилителя руля и отсутствие солнцезащитного козырька. Данные требования, за которые предусмотрен штраф, они уже существовали в техническом регламенте на транспортное средство. Но, по сути дела, не было ответственности за нарушение данных требований. Самарские автолюбители введение дополнительных наказаний поддержали. Ну, правильно они тоже штрафы такие выдают. Если у тебя какая-то дорогая машина, там Мерседес, на нем стоит ксенон, понятно, что он разрешен, это как по всем правилам входит, у него по документам он положен. А если у тебя на четырке стоит ксенон, который слепит, ну, это ни в какие ворота не лезет. У нас асфальтевое покрытие не особо качество такое, так что его и так размолочивать нормально, если еще и летом ездить на зимней резине по нему, то я считаю, что это в принципе, вот это как бы нормально. За это стоит наказывать, я считаю. Работники автомастерских инициативу также поддерживают, объясняют. Каждый год в день жестянщика, так называют период первых заморозков, работы значительно прибавляется. Гололед – частая причина ДТП, говорят мастера. Переобуть авто стоит порядка полутора тысяч рублей, плюс каждое колесо стоит минимум три тысячи рублей. Расходы немалые, признаются в сервисе, поэтому всегда находятся те, кто решают сэкономить. Просто просят заменить колеса на какой-то одной из осей. Это и, собственно, их запасности, они полностью отвечают за свои действия. Мы не можем как-то влиять на людей, да, то есть подсказать им, что, понятно, говорим, что нужно, да, действительно, позаменить колеса как бы и на одной осей, и на второй осей. Как бы, ну, мы не можем, поэтому, как бы, то есть, человеку, видимо, у человека средств не хватает. Проект изменения выставлен на общественное обсуждение на сайте ГИБДД. До 16 октября каждый может ввести свои предложения в его редакцию. На основе пожеланий граждан будет подготовлен окончательный текст поправок, после чего его направят на рассмотрение в правительство. Гульфия Сафина, Максим Гусев, События.